всем привет дорогие друзья начинаем свой очередной взор с крымского моста вот смотрите какие гидровороны симпатичные змей на них ругался вчера они вон видите как клювы к ветру ветер с море долл и вот они его встречают такие правда на пингвинов похожи только вот клювы немножко другие ну а мы с вами как вы уже видите на вы находимся на улице колхозной и начинаем это у нас седьмой участок здесь практически уже тоже вся изоляция закончена деформационные швы были доделаны но некоторые там может быть еще 12 осталось доделать на самой арки тоже идут гидроизоляционные работы 253 деформационный швов он здесь индивидуальный тоже уже закончен правда вот пока еще не знаю не знаю сдали ли его жизнедорожником ну потихонечку там сдают так что до 1 апреля должны закончить со всеми металлоконструкциями то есть установите последние пролеты закрыть последние пролеты ну и по возможности установить их в пролетное положение в проектное положение ну и вот мы плавненько перешли с вами на пятый участок достаточно такой приличный ветерок вообще обещает там ближайшие два дня штормовой такой ветер как говорят то 17 метров в секунду ну не знаю правильно назвать его штормовым в 17 метров сколько там кто у нас есть великие математики пусть переведут 17 метров километры в час так более осязаемо для нашего уха но вот здесь еще даже пролета на скользунах встают здесь по одному пролетику разрезают на опоре между собой и по одному пролетику опускают в проектное положение здесь вот пока еще новые краны стоят вот на гусеничном ходу и заметьте все они стоят на временном мосту представляете на мост какая нагрузка вот сам кран тяжелый ну и грузы еще перемещает так что если такой мощный временный мост что уже говорить о постоянном тем более вот если брать на временном мосту трубы погружены на 12 14 метров где-то в среднем и и не забетонированность внутри потому что временный он и есть временным придется потом отвлекать и разбирать его многие спрашивают что с ним будет но разберут его и все но вот здесь уже как раз подходим мы к стапелю бывшему стапелю и здесь уже вот на первый взгляд в проектном положении стоят пролетные строения вот здесь еще немного вот как раз в районе стапеля 220 какая здесь 222 221 и 220 опоры вот еще здесь работы идут а вот 220 220 по 219 как раз вот пролетик еще нужно будет поставить но здесь мы видим козлика и понемножку опустили вот на временные опоры сам ригель установили и теперь ноги ноги ведь те разберут как мне вспомнился фильм какой-то когда корову в бомболюк засунули вот так тоже раскорячено там было когда сказали то жить захочешь не так раскорячишься вот здесь тоже самое аналогии как его раскорячили кран ну я грешным делом извиниться хочу я прошлый раз сказал что вот вторую опору поставили в этот пролет для установки временных конструкций но смотришь издалека и кажется все в одной плоскости а нет здесь вот для чего вторую опору поставили так что пока между пролетами стоит одна во временная опора ну вот такой здесь видосик от арок в сторону таманского берега посмотрим немножко вдаль и перейдем мы с вами дорогие друзья на подходы сейчас правильно как написал один из моих зрителей сейчас самое интересное будет на подходах со стороны крыма но и со стороны краснодарского края вот такой плакат вас будет провожать при выезде из крыма с другой стороны соответственно написано добро пожаловать в крым краски какие видимость была в отличная ну такой легкий с был такой налетик но это незначительный вот хочу отметить дорогие друзья видите где начинается шум забор вот рельс туда уходит была куча щебня большая но сейчас я ее не вижу может быть конечно за этим холмом спрятана с такого ракурса но вряд ли скорее всего уже начали разравнивать его в шум заборе в самом да и по моим сведениям обещались уже после праздников приступить к укладке рельс вот именно в шум заборе там четыре с небольшим метров и непосредственно начать укладывать на восьмом участке то есть вот отсюда потому что там все готово гидроизоляция готова пеноплексом наверно уже защитили гидроизоляцию и сверху дарнет ну а мы вот идем с вами дальше посмотрим вот истакада шгс кстати сегодня ехал и для себя открытие сделал по истакаде когда ехал из центра керчи варшинцево вот ближе к нам то была тишина по радару а когда ехал обратно из аршинцево центр и на середине моста у меня сработал радар и заговорил замолвил как бы сказал змеи человеческим голосом система стрелка ну так камер там на каждом столбу висят я так правда и не определил ну а есть еще и второй вариант что радар повесили под истакады и она смотрит на мост если кто с моста едет в сторону крыма то на тавриду то вот может и там повесили радару да пофиг он принимает в зону волн и сигналит а где он висит конкретно хотя там на расстояние небольшое вот два варианта ну а с другой стороны если бы я ехал туда он тоже бы сработал а он не сработал но посмотрим надо будет там полазить по конкретней изучить этот вопрос ну и вот подошли мы потихонечку с вами к району такой самой интенсивной работы и самый для нас непонятный где будет керчьюжная где будет подземный пешеходный переход многие пишут что вроде как будет надземный переход но по проекту он запланирован подземным хотя чему удивляться может быть вот как и с мостом через правый приток мерекчисме изменили 1 опору убрали ну правда без изменения длины пролетов так же как и путепровод железнодорожный сверху который проходит над автомобильной дорогой тоже там по проекту одна цифра я уже не помню 10 по моему опор а по факту 9 опор или 10 11 вот точно сейчас не могу сказать но помню что на одну меньше вот ориентировочно мы смотрим я так думаю что мы смотрим на керчьюжную ну многие начинают присылать схемы вот этого узла есть у меня все эти схемы дорогие друзья ну филькина грамма то мне кажется какая то непонятно по ней многое совпадает вот по рельсам допустим совпадает сколько ниток будет а вот дальше ну есть вопросы так что будем с вами следить и наблюдать ну и вот немножко подсохло и интенсивность земляных работ резко возросла ну опять сейчас прошел дождь вчера и вот может с погодкой быть ну хотя снимал я это вчера вечером а дождь был где-то ближе к обеду ну вот вроде как видите самосвалы грунт таскают ну и вот теплотрасса эстакада теплотрассы 74 метра длиной под ней как раз будет три нитки а это вот уже теплотрасса эстакада над автомобильной дорогой и здесь тоже идут земляные работы полным ходом ну немножко возвратимся с вами назад то мы шли объективом я водил по низу смотрели на железнодорожные нитки сколько чего а теперь вот немножко по верху пробежимся с вами посмотрим вот видите земляные работы какие здесь вот сколько уступов вот это здание вот первый этаж был замоноличен и теперь вот стены выкладывают видите шлакоблоками обкладывают ну вот с одних источников это будет весовая ну по другим еще что-то там пост ГАИ ну тоже непонятно за чего вот эти емкости одни говорят будет заправка другие говорят что извините что-то я другие говорят что емкость для воды третье очистные сооружения вот сколько вопросов сразу ну все вопросы конечно потихонечку развеяться потому что к сожалению работы остаются все меньше и меньше и поводов порадоваться наоборот становится все больше и больше ну и все идет к завершению посмотрели мы вот кстати разворотную петлю тоже полностью почти готово там небольшие работы идут вот ближе к нам еще там что-то подделывают ну а так тоже готово досмотровый комплекс весь вот кстати рамка рамка мобильного стационарного поста ну рентгена грубо говоря мне кто-то писал да что ты чешешь типа уже и постоянно работает видимо перепутались таманским берегом на таманском берегу да постоянные уже работает а здесь пока вот временная вот она передвижная такие вот часто на таможенных пунктах можно увидеть фуры сканируют просвечивают здесь вот тоже вот что вот это вот за железобетонные такие вот конструкции со временем поймем наверное если у меня получится одна задумка то пока не буду говорить заранее какая видео будут интереснее намного и я буду намного больше знать но это если получится ну и вот мы собственно говоря смотрим с вами красота видите опоры контактные сети уже стоят с обеих сторон даже вот здесь вот в районе Керчьюжная все-таки то уже поперечины жесткие поперечины уже стоят на опорах ну вот класс радует городок строителей здесь как раз вот и проживают строители которые занимаются непосредственно подходами от моста до Баггерово они вот все здесь живут столовая здесь у них есть какие-то организации много организаций на субподряде какие-то организации платят за своих рабочих какие-то 50 процентов доплачивают вот такой здесь калинкор в этом узле ну а мы немножко сейчас пойдем дальше посмотрим там тоже вот достаточно интенсивно от теплотрассы марина ваша нота можно сыграть ля-ля-фа вот нам александра скажет на какую ноту она похожа она человек с музыкальным образованием как говорили райкин по моему с тонкой душевной организацией и она нам подскажет на что похожа эта нота ну а вот от эстакады теплотрассы и до эстакады железнодорожной эстакады которая сверху проходит керч-оршинце вот этот кусок тоже видите щебенкой уже отсыпали и начинают выкладывать начинают выкладывать дорогие друзья шпалы и что примечательно видим что здесь опоры контактной сети с обеих сторон сразу ставят ну вот и прогресс налицо о чем можно говорить что здесь вот сейчас гонят побыстрее чтобы как мы уже видели отвод от ветки керч-оршинцева керч-центр оршинцева уже начали укладывать рельсы и вот этот кусочек нужно доделать и уже можно загонять будет путеукладчик непосредственно в район керч-южная и поперла работа непосредственно укладывать рельсо-шпальную решетку путеукладчик многие говорят что рельсы рельсо-шпальную решетку формируют на Таманском береге берегу но опять же если шпалы и рельсы завозят паромами почему бы сразу и рельсы а вот кстати дорогие друзья смотрите что это торчит это и торчит мама родная я сам только заметил это и торчит путиукладчик смотрите он уже под эстакадой я и не видел когда снимал вот сейчас клянусь вам я только сам сейчас увидел когда вот комментирую внимательно наблюдаю рельсы уже под эстакадой вот это событие вот это да да обязательно завтра руки в ноги и туда зафиксировать этот факт вот это да дорогие друзья ну и на этой радостной ноте на ноте Марины я заканчиваю свой очередной обзор спасибо вам большое что поддерживаете меня с прошедшими вас еще раз праздниками ну и не забываем в свою очередь подписываться на канал и ставить лайки потому что это очень здорово помогает развитию канала всего вам хорошего и до новых встреч